Я, например, считаю, что мысли это некая энергетическая субстанция, которая существует в мировом космическом пространстве, которая формирует определенную энергетическую зависимость, будем говорить напряжение. Я это могу объяснить вибрациями. Это некая форма вибрации, энергетической вибрации. Мысль, в моем понимании, это форма энергетической вибрации. Настройка организма человека, будь то химический человек, физиологический человек, политический, экономический, какой угодно человек, он настроен на определенную волну мыслей. Следовательно, в этого человека могут попасть мысли с колебанием волны 3,5 дБ или какой-то. Поэтому, естественно, его организм реагирует на эти мысли. То есть мысли, которые могут прийти в голову этому человеку, никогда не придут в голову другому человеку. О чем говорит это? Что если бы все мысли попадали в голову ко всем, люди бы просто с ума посходили. Они бы просто бы однажды попали бы им в голову все мысли, и у них была бы истерика. Они бы не знали, что с ними делать. Поэтому это гениально, да, что мысли сами выбирают человека, которому они попадают. Более того, попадая в голову человека, или будем говорить в организм человека, мысли продуцируют деятельность этого человека на некое материализованное какое-то пространство, которое вынуждает этого человека реализовывать данную мысль в материальном виде. Редактор субтитров А.Семкин